Ирине Владимировне, ведущему научному сотруднику научно-клинического отдела с докладом «Терапия т-лимфоцитами с химерными антигенным рецептором карбоклеточной инфодшинской гимфомы». Пожалуйста. Нажмите стрелочку дальше, и появится следующий слайд ваш. Что нужно сделать? Переключите слайд. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я расскажу о новейшей методике лечения онкологических заболеваний, о карте клеточной терапии боклеточной инфодшинской лимфомы. Более подробно с данным материалом можно ознакомиться в статье, которая выйдет в июне в журнал «Вопросы онкологии». Итак, боклеточная лимфома является наиболее распространенным гематологическим злокачественным новообразованием. Это группа опухолей и лимфатической системы, в основе которой лежит трансформация б-лимфоцитов в злокачественные клетки. В настоящее время первой линией терапии боклеточной лимфомы является схема R-ЧОП, в состав которой входит антителок СД-20, ретуксимаб. И данная терапия прибудет к длительной безрецидивной выживаемости 50-60% пациентов. Однако 40-50% пациентов имеют либо первичное рефрактерное течение заболевания, либо рецидив. И тогда им предлагается вторая линия терапии, которая может включать интенсивные режимы химиотерапии. Но однако только лишь 20-30% пациентов отвечают на лечение второй линии, и при этом медиана выживаемости без прогрессирования у них всего лишь 3 месяца. А 70-80% пациентов вообще не восприимчивы к данной терапии, и тогда средняя общая выживаемость их всего лишь 4 месяца. Также у пациентов с рефрактерным течением или рецидивом возможно выполнение аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Однако смертность, связанная с трансплантатом, остается высокой, а хроническая реакция трансплантат против хозяина может оказывать существенное негативное влияние на качество жизни. Поэтому данным пациентов с рецидивом или рефрактерностью необходимо предложить какое-то новое, более эффективное лечение. И такое лечение появилось сравнительно недавно. Это иммунотерапия, картоклеточная терапия. Эта терапия с использованием генетически модифицированных Т-лимфоцитов пациента, экспрессирующих химерные антигенные рецепторы к специфическим опухолевым антигенам. Итак, схема данной терапии. Вначале у пациентов берут кровь с целью получения Т-лимфоцитов, затем в лаборатории с помощью лентивирусов или ретровирусов вставляют ген, кодирующий химерный антигенный рецептор и получают карты-клетку. Затем их размножают в лаборатории и обратно вводят пациенту. Таким образом, пациент обладает набором клеток, которые специфичны к опухолевым клеткам и могут уничтожать их. Химерный антигенный рецептор состоит из нескольких доменов. Внеклеточный домен распознает мишень, а внутриклеточный домен активирует лимфоцит и уничтожает опухолевую клетку. Преимуществами картоклеточной терапии является то, что эта терапия позволяет получить большой объем однородных Т-лимфоцитов с заданной специфичностью. Для распознавания клеток мишеней Т-лимфоциты не нуждаются в присутствии молекул главного комплекса гистосовместимости, продукции которых снижены во многих злокачественных опухолях. И введение дополнительных компонентов в структуру рецептора дает возможность повысить стабильность получаемых лимфоцитов и увеличить синтез имяцитогенов, стимулирующих иммунный ответ. Хотя этот метод является сравнительно новым, однако два препарата уже одобрены для клинического применения. Это тесоген кликсил и оксиктокоптоген силолейсил. Это СД-19 направленная генетически модифицированная Т-клеточная иммунотерапия. Тесоген леклисил использует 4,1-ББ в качестве постимулирующего домена, а оксиктокен силолейсил СД-28. Оба препарата одобрены клиническому применению для терапии выкрупноклеточной лимфомы после двух или более предшествующих линий терапии. На данном слайде показано, насколько эффективна данная терапия. Мы видим, что пациенты, которые уже прошли несколько линий терапии и имели рефрактерность, или у них случился рецидив, из этих пациентов частота объективных ответов 52% и 83%. Из них полных ответов, соответственно, 40% и 58%. Мы видим показатели выживаемости без прогрессирования, это 83% 12-месячная выживаемость, или 72% 24-месячная выживаемость. Мы видим показатели общей выживаемости, то есть терапия исключительно эффективна. Однако данная терапия является токсичной. Наиболее распространенными побочными эффектами являются бэлимфопения, синдром цитокинного шторма и нейротоксичность. Бэлимфопения вполне оккупируется заместительной терапией внутривенным и моноглобулином, однако синдром цитокинного шторма является жизненно угрожающим побочным эффектом. Но в последнее время научились его тоже купировать с помощью антитела против интерлейкина-6, которые ответственны за возникновение данного побочного эффекта, тоцелизумаба. Этот тоцелизумаб и в некоторых случаях еще и кортикостероиды применяют при средней или тяжелой степени данного побочного эффекта и он значительно, ну, весьма хорошо справляется с этими симптомами. Также важным побочным эффектом является нейротоксичность. Она обычно проходит спонтанно и не требует какой-либо специальной терапии, однако необходим тщательный мониторинг пациента, потому что, возможно, опасный для жизни осложнение отек мозга. Проблемами данной терапии является недостаточная эффективность. Ну, то есть всегда есть возможность увеличить эффективность, и над этим работают исследователи в настоящее время. Очень высокая стоимость данной терапии. Это стоимость только препаратов более 475 тысяч американских долларов. Сложность изготовления карты клеток, низкая доступность метода и высокая вероятность развития серьезных побочных эффектов. Большое спасибо за внимание. Спасибо.